Привет, дорогие друзья! Прежде чем начну рассказывать, хочу порекомендовать перейти на канал и посмотреть контент про все интересующие тебя ружья и виды охот. Охотничье ружье ТОС-54-12 калибра является последней охотничьей двустволкой, которая оснащалась тройной системой запирания ствола и имела внешние курки. Оно оказалось прямым преемником легендарных тульских курковых двустволок, которые выпускались без значительных изменений с 1904 года. ТОС-54, которая выпускалась всего четвертой года, с 1974 по 1978 годы, очень полюбилась охотникам за сочетание невероятной надежности и самой низкой цене среди советских двустволок. Именно по этой причине, несмотря на свой неказистый вид, оно пользовалось огромным спросом по всей территории Советского Союза. В настоящее время данное оружие в продаже встречается крайне редко, да и то в крайне потрепанном виде. Тульская двустволка была самым популярным охотничьим оружием первой половины XX века. Неприхотливые изделия Тульского оружейного завода, обладающие отличным боем, были мечтой любого таожного охотника. В СССР после революции продолжали производить традиционные тульские двустволки. Все двустволки, выпущенные на Тульском заводе, делались только с подкладными замками. Первые ТОС-Б, которые являлись полными копиями царских и ТОС-Б, выпускались до начала Великой Отечественной войны практически без изменений. После начала ВВ выпуск охотничьего оружия на Тульском оружейном заводе был прекращен. Первые послевоенные годы выпуск двустволок ТОС-Б был возобновлен. Ружья продолжали выпускать под маркой ТОС-Б, хотя в их конструкции уже произошли некоторые изменения. Ружья, которые были выпущены в СССР, отличались от дореволюционных моделей качеством сборки, гравировки и прочими нюансами. Все охотники пытались приобрести царскую двустволку, так как в то время оружие делалось на совесть. Стоит заметить, что калибр советских ружей ТОС-Б первых годов выпуска был в основном 16. После 1932 года Тульский завод освоил 12 и 20 калибр. Патронники кар советских так и революционных ружей был рассчитан на медные или бумажные гильзы. В 1957 году тульская двустволка с царскими корнями сменила своё название на ТОС-Б. Ближе к середине 1960-х годов были выпущены ещё две модели ружей подобной конструкции ТОС-63-16 калибра, ТОС-66, который использовал боеприпасы 12 калибра. Несмотря на то, что в торговых сетях продавали новые модели ружей ТОС-63 и ТОС-66, по-прежнему производились недорогие ружья ТОС-БМ, которые до сих пор пользовались спросом у охотников за свою надёжность. В 1974 году появилось охотничье ружье ТОС-54, которое сразу же завоевало внимание охотников, в связи с тем, что внешний вид данного ружья даже на фоне непритязательных моделей ружей производства СССР отличался простотой конструкции и весьма простым внешним видом. После выпуска ТОС-54 все очередные двустволки завода стали оснащаться стволами, которые сначала впрессовывались в муфту, плюс дополнительно спаивались припоем для более надёжной фиксации стволов оружия. Характеристики ТОС-54 отличались следующими особенностями. Ружью выпускалось в основном в 12 калибре, хотя очень редко встречались 28 и 32 калибры, их официальным названием было ТОС-50. Ложа и приклад были изготовлены из качественного дерева, проушина болта Гринера была значительно усилена, внешний вид ружья был угловатым и лишённым всяких излишеств. Если говорить про качество изготовления, то оно было превосходным. Несмотря на свои грубые формы, ружьё являлось образцом советского безотказного охотничьего оружия. Ружьё имеет постоянные дульные сужения. На левом стволе это чёк, на правом – получёк, поэтому данное ружьё дольше всего подходит для охоты на птицу. ТОС-54 выпускалось в 12 калибре, хотя имелись сведения о планах Тульского завода на выпуск 16 и 20 калибров. Сейчас неизвестно, удалось ли заводу выпустить хотя бы прототипы в таком калибре. В первом случае, в связи с отсутствием разнообразия охотничьего оружия в те годы, отзывы все положительные. Во втором случае, мнения могут кардинально отличаться. Часто современные охотники весьма негативно отзываются о внешнем виде ТОС-54, который отличается крайней грубостью и нарочитой небрежностью. Вместе с тем, ТОС-54 – очень надёжное и безотказное оружие. Постоянное наличие патронов в патронниках делают все ружья с системой открытых курков очень надёжными в стрессовых ситуациях. Если на охотника внезапно выбежит или нападёт крупный зверь, достаточно просто взвести курки и нажать на спусковой крючок. С ружьями другой системы произвести такие манипуляции дрожащими руками может и не получиться. Кроме всего вышеперечисленного, внешнекурковые ружья имеют одну интересную особенность, которая может спасти жизнь при крушении или выходе ружья из строя. Так как курки могут сломаться при падении ружья с высоты или прочих неприятностях, из ружья такого типа всё равно можно выстрелить. Для этого сломанный курок откручивается, а побойку бьётся каким-нибудь подходящим для этого камнем, после чего происходит выстрел. ТОС-54 является последней моделью, которая происходит от первых тульских двустволок. Несмотря на свои преклонные годы, это оружие до сих пор используется некоторыми охотниками, которые хвалят его за надёжность и меткость. В описании я добавил полезные товары для охоты. После просмотра не забудь поставить дизлайк или лайк. Не забудь поделиться видео с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok